Касательно милости Аллаха, субхану ва тя'ля, долго можно говорить, поэтому это можем посвятить отдельную даже тему, это бесконечно, можно говорить об этом, ну в двух словах скажем, то есть милость Аллаха превыше всего и вся, превыше всего и вся, его милость опережает его наказание, опережает его гнев, его милость Всевышнего Аллаха, как Аллах в Коране говорит, Что касательно моего наказания, говорит Всевышний Аллах, я накажу, кого пожелаю, но однако моя милость покрывает все, покрывает все, говорит Всевышний Аллах, субхану ва тя'ля, поэтому сказано одному из салев и салях, Как ты можешь молиться, намаз сделать погребальную за того, кто распивал алкоголь, один распивал алкоголь, умер, и он за него пошел читать намаз, он что сказал? Я стесняюсь Аллаха подумать о нем, то что его милость, она меньше, чем этот грех, его милость безгранична, поэтому я иду и читаю за ним намаз, за него намаз, джаназа, сказал один из салев и салях. Также Муса, то есть милость Аллаха, во время Муса, один человек постоянно грешил, и Аллах не давал им дождь на протяжении 40 лет, и тогда Аллах, как в Коране сказал Всевышний Аллаху, Всевышний Аллах, субхану ва тя'ля, разговаривал с Мусей, напрямую, то есть без ангела Джабраиля, и тогда он сказал, я Мусе, о Мусе, среди вас есть человек, который постоянно грешит, из-за него я вам не даю дождь. И тогда Мусе, али салям, всех собрал, и сказал, тот, из-за которого грешит, из-за тебя Аллах не дает нам всему народу дождь, выйди и строят. И этот человек, ему стало тяжело, тяжело на сердце, представляете, фабаха, то есть как он сейчас себя позорит, и начал в душе просить дуа, и сказал, Я, Рабби, я прошу тебя прощения, прошу прощения, и не вставь меня в ловкое положение. И пошел дождь. И Мусе, али салям, пошел дождь, говорит, что случилось, и Аллах? Аллах, субхану ва тя, ответил Мусе, Посредством него я вам не давал дождь, и посредством него, этого человека, я сейчас вам дал дождь. Тогда Мусе, али салям, сказал, Арини, покажи нам его, чтобы мы знали, кто это такой. На что сказал, Я, Мусе, ум, Мусе. Я, Мусе, я его скрывал, когда он грешил. Сейчас я его поставлю в неловкое положение, когда он попросил кауга. Вот это милость Всевышнего Аллаха, субхану ва тя, уважаемые братья и сестры. Когда было открытие Хайбара, после битвы при Хайбара, каждый, кто-то своего, потерял мужа, кто-то потерял отца. Одна женщина потеряла своего грудного ребенка. И тогда, каждого ребенка берет, прикладывает к груди, это не он. Второго берет, это не он. И нашла своего ребенка, приложила к груди, накормила его. Тогда посланник Аллаха, салаллаху али и ва салям, сказал ибну Абдасу, Как ты думаешь, эта женщина может ли выкинуть своего ребенка в вагонь? Все сахабы сказали, нет посланник Аллаха, если каждого ребенка она брала чужих, как она своего кинет в вагонь? На что ответил пророк Мухаммад, салаллаху али и салям, Всевышний Аллах еще более милостив к своему рабу, чем это по отношению к своему ребенку. Ла-Иллах!